Два года назад Спаса Преображенский монастырь Каменско-Уральского отметил 150-летний юбилей. С того времени обитель заметно преобразилась. До полного возрождения дореволюционного облика главного монастырского храма не хватает лишь колоколов на звоннице. Одним из последних штрихов в создании благолепного внешнего вида стало поднятие четырех куполов с крестами. Свидетелями исторического события стала наша семочная группа. Монашеская жизнь в Каменске-Уральском началась полтора столетия назад. Тогда обычная горожанка Авдотья Воронина на собственные средства и пожертвования жителей города создала женскую монашескую общину. В начале 20 века в Спаса Преображенской обители проживало уже около двухсот насельниц. С приходом советской власти инокинь из монастыря выгнали, а храмы и другие помещения переоборудовали под хозяйственные нужды. В конце 20 века обитель все-таки вернули православной церкви. Правда, теперь решением Святейшего Патриарха и Священного Синода на месте женской обители был создан мужской монастырь. Очень долго мы шли к этому событию. Мы знаем, что за 70 лет советской власти все было разрушено. Было здесь хлебный завод. Но трудами братья, прежде всего, губы Нестора, который здесь подвязался в течение 10 лет, здесь начала возрождаться монашеская жизнь. Сегодняшнее событие – подъем кувалов с крестами на некогда поруганный храм – называют маленькой победой православия на Каменской земле. Фактически все делали своими силами. По фотографиям восстанавливали все, чертежи совершали. И вот сейчас результат этой работы, кропотливой, такой благодатной. Вот сейчас вот видите. Главный мастер, опять же, смею думать, что это Господь помог нам все это сделать, потому что мы ничего не знаем, ничего не умеем. Как, чего. И он прислал нужных людей, нужное время. И все получается. Каждого сюда действительно приводит Господь. Дмитрий здесь оказался, говоря светским языком, случайно. Андрей, послушник Преображенского монастыря, когда-то был инструктором по вождению у мамы Дмитрия. Так по знакомству и пришел промышленный альпинист на строительство Дома Божия. Я работаю на Белоярской атомной станции промышленным альпинистом, маляром, образиво-струйщиком. И здесь все более как бы рискованно получается, что и лестницу там надо держать, а лестница там стоит на покате, и что в любую минуту можно сорваться и улететь. Купола сделаны из меди. Это покрытие прослужит обители долгие годы. Восстановление и преображение монастыря идет по мере возможностей, по мере появления средств и людей, желающих помочь. Сейчас на Преображенском храме устанавливают купола. Да, полного преображения церкви остается совсем немного. Нужно лишь установить купол на алтарную часть, достроить крыльцо и поднять колокола на звонницу. Даст Бог и с этим справиться. Ведь и крышу на братском корпусе золотали, когда, казалось, не было ни сил, ни средств. Секрет такого успешного и сравнительно быстрого преображения обители на удивление прост. Помогаем, ходим, помогали, помогаем. Когда ушись не можем, не можем. Кто не может, то может. И часто, ну, почти что все ходят. Человек по 12, наверное, ходят на помощь от храма. Всегда убираем, чтобы было чистенько, чтобы было хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.